Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги «Бытия», читая перевод российского библейского общества, эту главу часто цитируют, и, как правило, не про то говорят, что в ней важнее всего, но в предыдущей главе Авраам, сидя у шатра, увидел трех путников, принял их, и Господь, а это оказалось Он и два ангела, пообещал Ему, что у Него через год будет Сын, а потом два ангела уходят в Содом для того, чтобы проверить, настолько ли этот город развращен, как о нем говорят. Авраам торгуется с Богом, и Бог его не прерывает, избивает до десяти число праведников, которое минимально нужно для того, чтобы город Содом остался стоять. Будут ли эти десять? Ну, мы уже знаем, конечно, что нет, но человек древности, читая этот текст или слыша его, впервые, наверное, об этом переживал. А как это проверить? Вот как проверить количество праведников в городе? У ангелов есть довольно простой прием. Двое ангелов пришли в Содом. Уже смеркал Ислот, это племянник Авраама, который там живет, сидел у городских ворот. Ну, это место, где сидят почтенные люди, то есть все входят, выходят, здороваются. У нас старушки на скаменнике часто сидят у подъезда, сейчас уже, конечно, реже, но это вот, они как бы слегка контролируют все, что происходит. Лот то же самое. Увидев путников, он поднялся им навстречу и сказал, поклонившись до земли. Помните, там Авраам принимал очень так доброжелательно неизвестных гостей? Так, Лот здесь принимает. Пожалуйте, господа мои, в дом ко мне, вашему рабу. Переночуйте у меня, вымоете ноги, а на утро пойдете дальше. Нет, отвечали они, мы лучше заночуем на улице. А вот они как проверяют, сколько людей их пригласят. Поэтому они не идут сразу к Лоту, видимо, да? Потому что они же тогда не узнают, кто еще их позовет. Как проверяется праведность? Проверяется отношением к тому, кто в нужде. Помогаешь ли ты тому, кому нужна твоя помощь? Ну, Лот так настаивал, что они согласились. Он привел их в свой дом, приготовил ужин, напек лепешек и накормил их. Ну вот, что ж, эксперимент прервался раньше, чем должен был, но, боюсь, он пошел просто по другому сценарию. Не успели они лечь спать, как жители города, все мужчины Содома от мала до велика, со всех сторон окружили дом Лота. Где те, кто пришли к себе ночевать, кричали они? Выведи их к нам, мы их изнасилуем. Вот такие нравы. Причем неизвестно, что здесь важнее. То ли их, скажем так, нетрадиционная ориентация, то ли нарушение законов гостеприимства. Эти люди, гости в этом доме, в этом городе. Гостей принято встречать, принимать и никак не обижать. Лот вышел на порог, закрыл за собой дверь и сказал, братья, не надо, не делайте этого. У меня две дочери, еще девушки. Я отдам их вам, и сделайте с ними что хотите. Но не троните тех, кто пришел под мой кровь. Я надеюсь, что это риторическая такая конструкция, в которой он не предполагает их действительно отдавать этим самым насильникам, но показывает, до какой степени неприлично то, что они от него требуют. А те-то считают, это какие-то чужаки, и за них никто не заступится. Но они ответили, прочь, пришел чужак, поселился у нас, а теперь распоряжаться будешь? Мы сейчас с тобой еще и не то сделаем. Они стали напирать на лота и уже собирались вышибить дверь. Но гости лота втащили его обратно в дом, а дверь заперли. Всех столпившихся у порога от мала до велика они поразили с лепотой, так что те, как не искали, не могли уже найти входа в дом. Ну вот, ситуация как бы разрешилась сама собой, но тест провален. Никто, кроме лота, не заступился за чужаков. Вот есть праведность. А может быть, кто-то даже и не хотел в этом участвовать, но, так сказать, пришел посмотреть, чем дело закончится, но он не был праведником, он не попытался каким-то образом остановить это безумие. И гости сказали лоту, кто еще у тебя есть в этом городе? Зять, сыновья, дочери, еще кто-нибудь? Всех уводя отсюда. Мы уничтожим этот город. Злодеяния его жителей выпьют Господу, и Господь нас послал уничтожить его. Все, решение окончательное. Лот пошел и сказал женихам своих дочерей, скорее уходите из этого города, Господь его сейчас уничтожит. Опять-таки, им дается шанс на спасение, но те решили, что Лот шутит. То есть женихи, может быть, и не были злыми людьми, но вот они, что называется, были заодно со своим народом. Причем они не пытались противостоять этому безумию. Они, даже когда им сказали, что расплата за это безумие будет суровой, все равно не поверили. Уже светало. Ангелы стали торопить лота скорее, води прочь жену и обеих дочерей. Не то сам погибнешь вместе с грешным городом, а лот все медлил. Легко ли бросить город, где ты живешь? Вот так внезапно. И наверняка там есть какие-то друзья-приятели, добрые соседи. Имущество, в конце концов, кусок жизни там прожит. Тогда, взяв за руки лота, его жену и обеих дочерей ангелы сами вывели их прочь из города, ибо Господу было жаль лота. Вот как часто люди боятся расстаться. А помните, с чего начиналось призвание Авраама? Оставь свой дом, оставь свою родину, оставь свою семью и иди, куда я тебя позову. Лот тогда подшел с Авраамом, а сейчас не хочет. Вот иногда этот уход необходим. «Спасайся, — сказал ангел лоту, — назад не оглядывайся и не задерживайся в долине, беги в горы, не то ты погибнешь. Нет, Господь мой, — ответил лот, — ты так добро ко мне работаешь, ему велика твоя милость ко мне, ты спас мне жизнь. Но ведь до гор мне не добежать, беда настигнет меня, и я погибну. А вот тот городок близко, туда можно добежать, он маленький, туда я и побегу, он маленький, там я уцелею». Вот он все-таки пытается каким-то образом задержаться где-то вот в том мире, который ему привычен. Не в горы, а вот сюда поближе, там все такое маленькое, как-нибудь я пересижу. Человек очень часто пытается скрыться от такой грозной реальности в каких-то вот маленьких своих идеях, вещах, практиках. Хорошо, — сказал ангел, — я и это сделаю ради тебя, я сохраню городок, о котором ты говоришь. То есть вот праведности лота хватает, чтобы сохранить маленький городок, да? Вот у праведника есть какая-то такая сфера действия, которая касается окружающих. Но садом слишком большой, а такой вот поселочек, там, ладно, там можешь уцелеть. «Но беги туда скорее, я не могу начать, пока ты не пришел туда». Потому этот город и называется Цоар. Он уже, кстати, упомянут, но Цоар маленький, незначительный, созвучный этому слову. Солнце взошло над землей, лот пришел в Цоар. «И оброшил Господь на садо Магоморру, словно дождь, серу горящую с небес от Господа, и уничтожил оба города, и всю долину, и всех жителей, и все, что росло на земле. Оглянулась назад лотова жена и превратилась в соляной столб». А как не оглянуться? Это город, где она прожила кусок жизни, где ее близкие. Оглянулась, всего лишь посмотрела. Вот есть в этом какая-то, с одной стороны, жестокость, а с другой стороны, какое-то очень важное назидание, уходя из этого разврата, не оглядываясь, рискуешь не дойти. «Рано утром Авраам пришел туда, где накануне стоял пред Господом, поглядел на садо Магоморру, на долину, и увидел земля, как гончарная печь, дымом окутана. Уничтожая города долины, Бог вспомнил про Авраама. Бог увел лота от гибели, разрушая города, где жил лот». Ну вот такая печальная история. «А дальше про лота тоже не очень все гладко. Из Цуара лот ушел в горы вместе с обеими дочерями. Жена у него погибла, а женихи с дочерями не пошли. И все-таки из Цуара он потом, как ему изначально было сказано, бежит в горы. Видимо, и там как-то не очень безопасно. Ему было страшно оставаться в Цуаре. Они поселились в пещере. И похоже, что Цуар тоже погиб. Здесь напрямую это не сказано, но как-то вытекает из всего смысла. «Старшая дочь сказала младшей, отец стареет. На земле больше нет мужчины, который жил бы с нами, как заведено». То есть, по-видимому, увидев эту катастрофу, погиб весь мир, который они знали, они решили, что это уже гибель всего человечества. Вот, кстати, к вопросу о всемирном потопе. Может быть, для Ной это была гибель того человечества, которое он знал. Для дочерей Лота совершенно точно. Они считали, что все человечество погибло, их отец – последний мужчина. Что делать? Надо сохранять род. Они же сознают ответственность перед человечеством. Но они с ним это не обсуждают. Если бы обсудили, наверное, все бы пошло по другому сценарию. А вот они решают справиться сами. «Напоим отца вином и переспим с ним. Пусть от собственного отца, но у нас будут дети». И на ночь они напоили отца вином. «Старшая дочь пришла к нему, спала с ним, а он и не сознавал, что происходит. Никак легла она с ним, никак ушла. На другой день она сказала сестре, «Прошлой ночью я спала с отцом, напоим его вином, и в эту ночь ты придешь и ляжешь с ним. Пусть от собственного отца, но будут у нас дети». И вновь они на ночь напоили отца вином. «Младшая дочь пришла и спала с ним, а он не сознавал, что происходит. Никак легла она с ним, никак ушла. так обе дочери род Лота зачали детей от своего же отца. Вот такая история как-то, ревность не по разуму, что называется, вот так они постарались спасти человечество, но не задумались о том, настолько ли катастрофична ситуация. И Лот, который так все колебался, вот его накрыло этой волной, вот этого какого-то неестественного разврата Содома, да, пусть всего лишь за его, ну, какую-то медлительность, за его неготовность контролировать ситуацию до конца, да, может быть, обсудить с дочерьми, что дальше, как они будут жить. Так обе дочери Лота зачали детей от своего же отца. Старшая родила сына, назвала его Моав, Моав, похоже на Меав от отца. Он прародитель теперешних Маавитян. Младшая родила сына, назвала его Бен Амми, он прародитель теперешних Аммонитян. Бен Амми — это сын моего народа буквально, да. Это, соответственно, предки Маавитян и Аммонитян, которые жили рядом с израильтянами и с которыми отношения, в общем, были напряженные, как правило. То есть это еще и такая не очень приятная для соседей история об их происхождении. Ну, а главная история — это, конечно, история Авраама, и она продолжится у нас в 20 главе.